Сегодня мы завершаем фестиваль Любимовка 2020, и я скажу вам про наших прекрасных партнеров, без которых этого бы всего не случилось. В первую очередь про, я буду делать как люди, которые ведут погоду, про фонд Михаила Прохорова, из этого чудесного фонда, который уже много лет дает нам свой грант. Вы бы здесь не сидели, а вы, дорогие зрители, не смотрели бы нас на своих удобных или неудобных диванах. Поэтому спасибо большое вам, фонд Михаила Прохорова. А еще в этом году у нас огромное количество информационных партнеров, которые сделали про нас массу материалов. Это «Медуза», «Кольта», «Афиша», «Журнал-театр» и «Радиомаяк». И вон еще есть «Радиокультура» даже. Еще есть такая прекрасная компания, которая называется «Мосбрю Хаус». И это то место, в котором мы встречаемся после каждого фестивального дня. И также именно им мы благодарны за грант, который вот уже несколько лет получает после фестиваля один текст на постановку. В том году это был текст Екатерины Августиняк. И несмотря на карантинный перерыв, он вот-вот выйдет. Я правильно говорю, Катя? И где нам его ждать, скажите, на какой площадке? В центре Мирхольда, друзья. А еще в этом году мы дадим грант следующей пьесе. И тем самым у нас будет две премьеры. А, «Амосбрю» вместе с нами. Сами, абсолютно, да. Мы никак не влияем на решение «Мосбрю». Это абсолютно независимые люди, которые способны выбрать пьесу. А мы начинаем. И, Юра, представь, пожалуйста, режиссеру и автора пьесы. Да, сейчас будет читка пьесы Катерины Пеньковой. Катерина из Киева, и она тоже не смогла к нам по понятным причинам приехать. И она будет на обсуждении на нашем экране. Мы также с ней обсудим, как с Маилом, читку пьесы. Пьеса называется «Название, не помню». И читку пьесы сделала Елизавета Бондарь. Она представит артистов после читки. Лиза, мы можем... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Бабушка. 60, 88 и 90 лет. Муж. 45 лет. Таможенник. Поляк. Гастарбайтер. Доктор. Мужик на рынке. Он. Тот, которого нельзя назвать. Я мам. Страховка. Таблин. Прошу, как это по-польски? Убеспечение. В Варшаве. Меня это не интересует. Прежде, коллежанка, справь же. Ну как же. Автобус. Туту. Не бенда чекал. А я мам. Зустричь. Блять. Споткание. В посольстве. В амбассаде. Америки. Прошу, чекач. Сраный ягодин. Блядский драхуск. Когда-нибудь я обязательно напишу пьесу о польской таможне. Но это еще не она. Каждый раз. Каждый гребаный раз. То есть каждые две недели я пересекаю этот филиал ада. И каждый раз даю себе слово, что в последний раз еду автобусом. Ну кто? Кто меня тянул за язык? Она спросила. Ты машь обеспечение? Так маю аля в Варшаве? Кто так отвечает? Почему просто не сказать маю? И все. И заткнуться. Прожи одыш до окна и почекач. Как можно было забыть страховку? Я не знаю. Наверное, это наследственное. Я все забываю. Имена, фамилии. Недавно не смогла вспомнить слово фасоль. Борщ с... Борщ с... Борщ с... Блять. В этот момент я почему-то вспомнила Януковича с его елкою. И мне стало его жаль. Я была у врача. Врач сказал. Это нормально. Вы какие-то языки изучаете? Да. Сейчас немецкий. Постоянно общаюсь на русском, украинском и польском. Часто на английском. Ну, это нормально. При такой нагрузке. Интересно. Много людей видела внутренности Дарахуска. Ну, ясно, сигаретчики, депортированные. Те, что пересидели в визу. Гастарбайтеры с липовыми документами. Штрафники с мясом, рыбой, салом. Ну, кто еще? Был ли здесь до меня человек, способный оценить уровень издевательства над человеческим достоинством? Я в комнате без окон. Двери, как в камере, решетка. Здесь есть туалет. Спасибо. В автобусной очереди на протяжении восьми часов никакого туалета не было. И кулер с водой. Со мной здесь два мужика. Гастарбайтеры. Да, я знаю. Нетолерантно делить людей по способам их заработка. Но я сильно злая и голодная. Мне можно все. Чуешь, я к тебе? Катя. Микола. В тебе поистине ничего нема? Бутерброды, воды и забрали. Давно тут? Нынче. За что вас знали? Так я ковисть-то казать. Засумневались, что я румун. А вы румун? Ага. По бабе? По пачпорту. А ты сама с видки? С Каева. С самого Каева? Не, с Донецка. О, и что там зараз в Донецку? Ой, какой дебильный вопрос. Зачем люди начинают никому ненужные разговоры? Я не знаю практически ничего. Последний раз была там летом 2013-го. Да, у меня там родители. Но все новости – это переписка с мамой в мессенджере. 18 июля 2019-го года. Привет. Как дела? Привет. Из флигеля выехал квартирант. Два последних месяца не жил, там крысы. Срачник, проблемы с котлом-бойлером. Крыса опять сожрала в гофру за унитазом. Так что я сейчас очень занята. Извини, но про крысу очень смешно. А мне нет. Ты можешь добавить мне фотографии на Олх? Хорошо. А ты скинешь? Я не умею. Добавь левое. Захожу на Олх. Смотрю мамино объявление. Флигель. Маленький домик в одном дворе с большим домом. В большом доме живет семья. Я знаю, что в этой семье трое детей. А еще знаю, что их отец военный. Они снимают наш двухэтажный дом за пять тысяч рублей в неотопительный сезон. В отопительный? Бесплатно. За оплату коммуналки. Сдам одному человеку, максимум двоим, непьющим, платежеспособным без детей и животных, мамам со взрослыми сыновьями, неработающим и остальным категориям убедительная просьба не беспокоить. Цена за флигель – полторы тысячи рублей в месяц в неотопительный сезон. Очень часто я просыпаюсь и не могу понять, где я. Очень часто я просыпаюсь в автобусе между сраным ягодином и блядским дарахуском. Мама купила дом, когда мне было четырнадцать. Я говорю «мама», потому что так и было. Потому что она сильная и упрямая женщина, как все женщины в моей семье. Тогда это не был большой дом. Это была хата на две с половиной комнаты, лепленная из говна и самана на пятом участке, рядом с пересечением улиц восемнадцатого портсъезда и молодых шахтеров. Тем не менее, для мамы это была победа, потому что она устала жить в хате бабушки Веры, лепленной из говна и самана, устала ждать, когда отец что-то решит или когда завод Топас даст им квартиру. На дом мы зарабатывали все вместе. Мама спрятала в глубокую задницу перестройки свою золотую медаль, два диплома о высшем образовании и ушла с должности инженера автомат Гурмаша. Ей предложили хорошее место на рынке, где она торговала хламом, который отец выносил с Топада. А мы с братом каждое лето бегали по стадиону «Шахтер», где тогда был радиорынок с кравчучкой и криками. Холодное пиво, минеральная вода, лимонад, росинка. Эй, мальчик, почем пиво? Я девочка, двадцать тысяч. Тогда давай два, девочка, и тысячи тебе на чай. То это на коробок спичек. Ладно, ладно, не борзей. Пересчитывать? Обижаешь. Еще тепленький карбонс. Шучу. Даже пачку не открывал. Я с бутылками зайду. Можно? В конце дня заходи. Мой брат работал с десяти лет, я с восьми. Мы не знали, что такое трудовое рабство или эксплуатация детского труда. Я ненавидела лето, ненавидела радиорынок, вставать в четыре утра. Я ненавидела дом бабушки Веры, лепленный из говна и самана, где летом выпадал черный снег из котельной таксопарка. Я ненавидела ходить в магазин за полтора километра мимо трех терриконов, где собирались наркоманы нюхать клей. Я ненавидела девятилетнюю школу на пятом участке, где ржали, увидев меня с кравчучкой на рынке. Большинство одноклассниц носили джинсы, жевали лав-из и имели сиськи. А я несколько лет ходила в юбки и жилетки, которые сшила на трудах, и черной плюшевой шубе, которую до меня носил мой брат. Сезонов было два — тепло и холодно. Мама радовалась, что я плохо расту. За меня можно было не платить в трамвае. Я стояла в гардеробе школы, находящемся в подвале бомбоубежища, смотрела на плюшевую черную шубу и думала о том, что в 2000 году мне будет 17. И я нахуй уеду отсюда. Мама купила дом, когда мне было 14. К тому времени инфляцию уже побороли. Доллар стоил 2 гривны, и тогдашний глава Нацбанка Виктор Ющенко смотрел в будущее с оптимизмом, не подозревающую ни о дефолте 98-го, ни о девальвации 99-го, ни о кризисе 2008-го. Я прожила в этом доме 3 года и в 17 уехала в Киев. Уже без меня мама сделала головокружительную карьеру в торговле, открыв три точки с книгами, типа «Все для чайников». Все заработанные деньги вкладывались в дом, родители сняли крышу, расширили первый этаж, выстроили зал, большую кухню, туалет и ванную. И на втором этаже три спальни, каждому свою. Ну и нам, когда будем приезжать в гости. Все из экологического ракушника. Летом 2013-го я была там в последний раз на новоселье. А, ну и квартиру Топас таки дал. Очередь подошла в 2000-м, когда я нахуй уехала из Донецка. 27 июля 2019-го года. Ключи от нашей квартиры есть у Клавы, в фейсбуке она у меня в друзьях, деньги зашит в подушку, который лежит в шифонере на антресоле в нашей комнате. Документ на квартиру в секретаре, ключ на антресоле. 1 августа 2019-го года. Как вы съездили? Все хорошо? Поездка была очень тяжелой. Жара, огромные очереди, много с детьми, их пропускают постоянно. Пенсию не сняли, деньги закончились, пока мы добрались. Сказали, шахтеры снимали по 10-20 тысяч и все выгребли. Идентификацию я прошла, а папе пока не надо. Почему-то не оказалась в компьютере на блокпосту моего пропуска, хотя продлила еще в июне. Гоняли меня в СБУ. Когда уже выходили утром, папа снесся, спросила, когда поедем отдыхать. Можно было выехать в Украину и там отдохнуть, но надо же было подготовиться, вещи взять. Теперь собираемся в Седово 8-го. Сейчас холодно. И пенсию у бабушки Веры 18-го. Понятно. А Седово? Это где? Азовское море? Азовское. 40 километров от Мариуполя, 4 километра от прифронтового Широкина. Понятно. Безопасно там? В Седово вроде было безопасно. И сейчас обстрелов нет, не знаю надолго ли. Ну и не опаснее, чем в Киевском районе, Донецке или Докучаевске. Перед Докучаевском стоит огромный щит. Вы въезжаете в зону боевых действий и ведутся обстрелы. 6 августа 2019. Папа собирается один с палаткой в Крым. Сегодня ночью падал в туалете, терял сознание. Что с ним делать, не знаю. А в Седово? Почему передумал? Там, видишь ли, цены как в Крыму, а море хуже. Последний раз я была в Крыму летом 2013-го. И у меня впечатление, что с тех пор я не могу отдохнуть. Нигде. За эти 6 лет я была в Одесской затоке, в Скадовске, в Испании, Дании, Польше, Германии, Австрии, Италии и в Колумбии. И я нигде не могу отдохнуть. Безумно хочу в Крым. С палаткой. В Лисью бухту и в село веселое под Феодосией. Конечно, я не поеду. Ни за что не поеду. 6 августа 2019-го. Не знаю, что делать. Он всегда хотел, отдыхал в Крыму. Всегда туда хотел. Причем тут, что он хотел? Он больной на голову. А бабушка, если он не вернется, останется на меня? Заберем ее в Киев тогда. Вы же одну забирали. И она не поедет. Такая же упертая, как папа. И вас не узнает, чтобы с вами ехать. Она тебя уже не помнит. Спрашивает, кто такая Катя. Когда сказали внучка, говорит, Алешу помню, а Катю нет. Может, если бы ты позвонила, она бы вспомнила. У нее то помутнение, то просветление. С бабушкой Зиной тоже так было. По-моему, тебя и Алешу она узнавала. Зиму с папой путала и правнучек. И дом наш в Донецке не помнила. Кухня в частном доме. Вернее, это дача на русановских дачах, садах в Киеве. На три комнаты. Июль 2014-го. Все воняет прелостью, сыростью, печкой и копотью. Я беременна. Мне скоро рожать. Я фарширую перец. Когда будем бабушку купать? Скоро Дима придет. Она уже воняет. Малой Сюня сказал, что она как смердинатор. Не выпускай ее, пожалуйста, когда Дима придет. У вас двери не закрываются, коробка разбухла. Это от сырости. От дебилости. Он же все умеет, почему не сделает. Почему ты ему не скажешь? Сама скажи. Это твой муж. Это твоя комната. Мы тут с бабушкой на птичьих правах. Заходит бабушка. Она в памперсе и без штанов. Я стараюсь стать так, чтобы она не вошла, но она заходит и пытается сесть на мягкий диванчик у стола. Нет, ба. На табурет. Она не понимает, почему не разрешает сесть на мягкое. Впрочем, садится на табурет и принимает гордую позу. О, явилась, не запылилась. Че ты приперлась на кухню-то, а? Дайте мне что-нибудь покушать. Сколько жрать-то можно? Ты что, кашу ела? Да, я не помню. Съешь булку. Я чай сделаю. А какой сейчас год? 2014. Уже 2014? Где они взялись? Заткнись и ешь быстрее. Это сколько ж мне лет? Как же она меня заебала. Зла не хватает. 88. А чей это дом? Мы его снимаем. Я помню. У вас другой был. Мы его сдаем. Зачем? Чтобы кредит оплачивать. Зачем ты это ей говоришь? Она сейчас все забудет и по новой начнет спрашивать. А моя квартира где? О, началось. В Донецке. А почему мы туда не едем? Туда нельзя. Там война. А какая война? С Россией. С Россией? Это что они там все? С ума посходили? Ой, не говори ей больше ничего. А то как пизданет что-нибудь на улице. А она же никуда не ходит. А ей много надо. В больницу врачу. И собес проверять придут. Мы в блокпост переезжали. Говорю, закрой свой вонючий рот. Заткнись. Ничего не говори. Не то она умудрилась спросить, как ее проектный институт будут ей деньги на 8 марта пересылать. А пересылаю? О! Развесила уши. Шо ей надо, она сразу слышит. А то, а, а, что? Должны. Мне директор института обещал. Конечно. Ты же выдающийся инженер была. Да. Орден Ленина не всем дают. Мне одной из полутора тысяч человек дали. Зато как мать ты говно была. Ну зачем ты? Потому что так и есть. И вообще она ничего не помнит. Улыбается, сидит. Вот смотрю я на тебя, Катя. Ты как Боттичелли таких рисовал. Лицо такое блаженное. И у тебя, Ба, пей чай. Смотри, художников помнят. А что я ее дочка, нет? Заходит Дима. О, все тут. И вы, Зина. Мама быстро хватает бабушку под локоть и пытается вывести молча. Вам бы помыться, а то воняете. Кто? Я? А что ж вы меня тогда не моете? Идут из кухни. Дима быстро открывает крышки кастрюль. Я не понял, а еда где? Я варю перец. Так почему не сварила до сих пор? Я голодный. Я же не знала, что ты так рано будешь. А что ты знала? Что? Сидишь тут, развлекаешься, с тещей лясы точишь. Как вы мне все дороги. Один я работаю, пашу, как папа Карла. Теща еще хлам свой тащит. Полхаты заняла вонючками своими. Успокойся. Я голодный, понимаешь? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Ты, вы и все, Донецк ваш дебильный. Клеймо это ненавижу. Воспитание твое, что ты мужика накормить не можешь. Я голодный. Сейчас будет. Дима выворачивает кастрюлю с перцем на пол. Вот где оно будет. Вовремя надо, понимаешь? Все вовремя надо. Мне очень больно. Истерически больно. Я хватаю недоваренный перец И бросаю им в мужа. Как же ты можешь? Ты знаешь, сколько я его делала? Ты знаешь, я тебя спрашиваю. Скотина ты такая. Это ты, тварь, недобитая с мамашей твоей. Я тебя, можно сказать, на помойке нашел, Отмыл, очистил. Какое-то время Идет перекрестный огонь Недоваренным перцем Плачу Обессиленная сажусь на пол Он садится рядом Мне визу дали Дали? А что же ты молчишь? Скотина ты такая Ну, иди сюда Он меня любит Он любит, как удав До хрустов суставов Если хотите знать, что такое любовь до гроба То это она В любви до гроба Очень мало воздуха Гостинка на троищине Из мебели Диван На котором спит мама Железная кровать На которой спит бабушка И шкаф Тук А кто это пришел? Это я, бабушка Твоя внучка Внучка А какой сейчас На улице год? О, началось 2016 Раздевайся давай Раздеваться? Зачем? Мыться будешь Пытается тащить Ее футболку Ты можешь чаще приходить? Я сама ее в ванну не засуну Малую не с кем оставлять Бери с собой Возле мусоропровода шприцы в моче и говне валяются За три пятьсот или это, или комната в квартире? Лучше комната в квартире Кто вас возьмет? А сколько мне лет? Восьмого марта Девяносто Будет Девяносто? Ого Где они взялись? Трусы снимай Мы делали это столько раз Но ей все равно неудобно Очень не хочется ее касаться Сморченная кожа Противно выскальзывает из рук Все воняет мочой Старым телом И лекарствами В ее квартире ничего нельзя было трогать Это была образцово-показательная квартира Дом-музей Нельзя было касаться стекла Под которым стояли модели трех машинок И заводной поезд Нельзя было касаться машинок и поезда Нельзя было касаться штор Их следовало поправлять Каждый раз, когда выйдешь на балкон И для этого Была специальная Золотого цвета палочка с крючком Которая я не касалась 1997 год Квартира бабушки Зины Я сижу за фортепиано Я не могу на нем играть К чему? Здесь не работает педаль И что? Это немецкий производитель И что? Я не могу играть Генделя без педали Эсфирь Григорьевна Привезла его из ГДР Все подруги бабушки Имели еврейские имена И были бывшими инженерами Все ее подруги или уехали в Германию Или умерли И их дети уехали в Германию У нее стояла фортепиано Имели еврейские имена Были бывшими инженерами И работали с ней в проектном институте У них была простая И неприметная работа Они чертили что-то на досках Все они имели дома доски Циркули и тубусы Все эти женщины строили Донецк 1997 год Квартира бабушки Зины Я сижу за фортепиано Дом Кихота Не трогай Почему? Потому что останутся следы Вы с Алешей Когда были маленькими Называли его дядя Кики У нее было болезненное отношение К любым следам жизнедеятельности Отпечатки пальцев Волосы Следы на полу Смятый плед На диване Это я его называл Дядя Кики Ой Ты там помнишь? Конечно помню Ты сама говорила Прекращай Я хочу подарить Кате фортепиано Нам некуда его поставить И у него не работает педаль Мало ли что У нее должен быть свой инструмент А что ж ты обо мне так не беспокоилась Когда я была маленькая У тебя была Своя комната Да у меня ящика своего не было Куда б ты свой нос не засунула И порядки там не навела В ее квартире Ничего нельзя было касаться Я знаю, что такое очень сильно Хотеть коснуться того Чего нельзя И еще больше того Кого нельзя Замужней женщины Касаться нельзя Замужней женщине Касаться нельзя Она не может касаться того Кого хочет Особенно Того Кого хочет Коленом Локтем Фалангами пальцев Нельзя оставлять следов Бабушка Никогда не была замужем Моя правильная бабушка Она могла Касаться того Кого хотела Но хотела она того Кого нельзя Коленом Локтем Фалангами пальцев А дальше сознание Безвозвратно теряет Контроль 2016 год Костинка на Троищине Господи Когда ж ты сдохнешь И я смогу В Донецк вернуться Ты туда хочешь? Устала по этим съемным Квартирам мыкаться Там дом Ай Вода холодная Вот же блядство какое Опять горячую отключили Только была И это Киев Так может Нагреть? Обойдется Холодно Я Не хочу Мыться Я тебе не захочу Давай я нагрею А то это Издевательство Какое-то А как она Меня головой Об стенку била За четверки А вы меня За вшей Не за вшей А за то Что ты сказала Что вшей нашли Не сказала И они по всей хате Разбежались И пришлось И тебе И Алешке Выводить Все равно Надо нагреть Подождите На полотенцем Накройся Спасибо Можно мне Выйти Стой Кто тебя потом Опять затаскивать будет Чайник Поставила Смотри Стоит Как Зоя Космедемьянская На допросе Мне Холодно Холодно Да мне Всю жизнь Холодно Было Так и что Может Заберете Ее на недельку Чтоб я В Донецк Съездила Я не могу Ну конечно Она же Твоя бабушка Почему только Я за ней Говно Восемь лет Мою Она за тобой Тоже мыла Ничего Она не мыла Как родила Так и отвезла К бабушке В село И забрала Только через Шесть лет В школу А я просила Не забирай Хотела там Остаться Так нет же Ей надо было Чтоб у меня Образование было Нахер оно сдалось Она всегда Знала Как надо Как правильно Только меня Нагуляла Непонятно как Да? Что? 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 Меня говорю Как нагуляла Я не знаю Что ты говоришь А, конечно Не знает она Поливает Бабушку из души Ай Холодно Всю жизнь Молчала Как Зоя Космедемьянская Сколько раз Спросила Скажи мне Кто отец Скажи 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 Зачем тебе Ложь Скажи Сознательная Ложь Она помнила Всех подруг Из проектного Института И называла Нас Их именами Ее ум Работал Как газонокосилка Воспоминания Вылетали Спонтанно Неожиданно Смешивались И путались И это был Бессознательный Процесс Абрам Маркович Так его звали Я знаю имя Потому что мама Уверена Что это был он Абрам Маркович Приходил дважды Когда маме было Четыре года И когда родился Мой брат Так звали того Кого нельзя было хотеть Так звали того Воспоминания о котором Моя бабушка В свои почти 90 лет Защищала остатками Искромственного сознания Она не могла Контролировать мысли Не могла запомнить Который на улице год Она не могла Не ходить под себя Сознание безвозвратно Утратило контроль Но она его Так и не сдала Муж Крепко сжимает меня Двумя руками Хрустит позвоночник В грудном отделе Катюлька Я тебя люблю Я молчу Я всегда молчу После этих слов Мы вместе 15 лет Ты такая Доступная Доступная Вот когда мы только встретились Ты была не такая А сейчас Родная Самая родная Не любить больно Ты вроде все время Не договариваешь Скрываешь Я вышла замуж Внезапно Это был акт Самоуничтожения Мама Вышла замуж Чтобы уйти от бабушки Зины Чтобы ее не поглотили вещи Которых нельзя было касаться Я вышла замуж Чтобы меня Не поглотили Мысли О том Кого нельзя было касаться Он преследует меня Это на грани Синдрома Адели На самом деле Я очень Надеюсь На деменцию Между этими Двумя недугами Ставлю на то Что она Когда-нибудь Победит У Набокова Есть рассказ Название Я не помню О женщине Писательнице Где она описывает Детали совместно Пережитого Никогда так не делай Это ужасно Это он Подсадил меня на Набокова Он научил меня курить И в наглую проходить На спектакле Виктюка Он из Львова Вернее из маленького Шахтерского городка рядом Мама была там на практике Автомат Гурмаша Ничто не предвещало беды Мы дружили Мы очень классно Дружили Он называл меня Степа Не спрашивайте почему Я ХЗ Пожалуй Это указывало На прочную Пацанскую дружбу Он был влюблен В эквилибристку С голубыми глазами Бред Полночный бред Терзает сердце Мне опять Ой, Смиральда Я посмел Тебя желать Фу, как это отвратительно Это даже не ее цвет глаз Это, блядь, линзы Иди в жопу Ты любишь гитариста Катя Катерина А маковцы Как-то мы бухали В номере гостиницы Украина С актерами Виктюка После Служана И он И он почему-то сказал Поехали со мной Во Львов Я тебя с родителями Познакомлю Какого хера Да, мы друзья Но, блядь, с какого хера Ну, я поехал сам А я за неделю Пока его не было Поняла, как сильно его хочу Я хотела друга Не делайте, как я Друзей нельзя касаться Вернулся И посмотрел на меня так Что я поняла Нихуя я больше не Степа Я, блядь, ебучая И с Миранда Я хотел ее постоянно В аудитории на Ковролине В ботаническом саду Под Магнолиями За фортепиано Смартфонов не было Но появились первые Ноки С которых можно С которых было очень Страшно дорого звонить Но можно было писать СМС Что делаешь? Лежу в постели с Набоковым Как же я ему завидую Я чувствовала его так Будто знала всегда У нас похожий запах тела Я знаю Недавно прочитала, что люди Которые одинаково пахнут Не сходятся вместе Потому что воспринимают Друг друга Как родственников Я почувствовала, что это она Любовь до гроба Я думаю, мы почувствовали Это одновременно В любви до гроба Очень мало воздуха Он захотел дышать И ушел Очень легко любить того, кто далеко И ненавидеть того, кто не отходит ни на шаг Я начала дышать Я начала дышать Потому что мы с мужем Часто ездим в Польшу Мы ездим по очереди И редко видимся Бабушке Зины не стало в феврале 2016 Она совсем немного Не дожила до своего 90-летия Ни отпечатков пальцев Ни волос Никаких следов жизнедеятельности Маленькую Пластиковую урну Похожую на двухлитровый термос Мама повезла через блокпосты В Донецк Я очень надеюсь на деменцию Она когда-нибудь победит Однажды я забуду все Границы И то, что они делают с людьми Места, где я не была Я забуду и те, где смогла побывать Собственных детей И сам акт их рождения Боль Грязные простыни, стыд Окситоцин Однажды я забуду Польский Английский Немецкий И, как это не прискорбно Украинский Что я буду помнить? Памятник шахтеру С глыбы угля в правой руке Правильную бабушкину квартиру На шестом этаже Неправильной хрущевки Плюшевую шубу Которую до меня носил мой брат Терриконы Укрытые цветущими абрикосами И акацией И дом Лепленный из говна и самана Где летом Садится удивительный черный снег Я наконец забуду И мне будет безразлично Я буду улыбаться Как некто там с картин Боттичелли И вонять, как смердинатор Как все сильные женщины В моей Семье АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.